МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствует телеканал «Алмазный край». Вы смотрите информационный выпуск «Панорама» в студии Роман Муконин и сегодня в программе. Бесплатное обследование. К акции здравосмотра присоединились сотни айхальцев. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Необходимое внимание. Молодые специалисты Вилюзской геологоразведочной экспедиции собрали деньги на подарок ветерану. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прощание с летом. В Мирном завершила сезон последняя детская площадка. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Председатель правительства Якутии Владимир Солодов посетил с рабочей поездкой оленек. Там он заявил, что компания «Алроса» поможет в строительстве школы и детского сада в селах Оленекского района в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Также в ближайшие годы там будет расширен доступ к сети интернет. До 2021 года «Ростелеком» планирует проложить высокоскоростную оптиковолоконную сеть «Доленька». В другом районе, уже в Верхневилюйском, в селе Хоро, при содействии «Алроса» открыта новая водочистная станция для нужд местного населения. Стоимость новой станции водоподготовки – 23 миллиона рублей. Открытие этой станции состоялось в рамках программы развития систем водоснабжения Вилюйской группы районов и села Жиганск на 2019-2024 годы, которая реализуется по государственно-частному партнерству. Так, софинансированием программы занимается «Алроса», которая через целевой фонд будущих поколений республики Саха-Якутия ежегодно направляет в программу 150 миллионов рублей. Производительность станции составляет 100 кубометров в сутки. Этого достаточно, чтобы полностью покрыть потребность местного населения в снабжении чистой, качественной водой, невзирая на любые техногенные и природные происшествия, и вне зависимости от используемых источников водоснабжения – реки, озера, скважины. Существенными преимуществами применяемой технологии являются полная автоматизация процессов, отсутствие потребностей в химических реагентах, отсутствие необходимости в предварительном подогреве воды для ее очистки и малая себестоимость получаемой питьевой воды. К другим новостям. По данным Госавтоинспекции, с 8 по 15 августа в Мирненском районе зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий. Выявлено 263 нарушения правил дорожного движения. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержано 12 водителей. За нарушение правил перевозки детей к административной ответственности привлечены 16 водителей. За управление автотранспортом с непристегнутыми ремнями безопасности – 32. Судами лишены специального права на управление транспортными средствами – 7 человек. К другой теме. В большинстве районов Якутии открытся зон охоты. Традиционно осенью при добыче водоплавающей дичи и сбора дикоросов охотники, грибники и ягодники попадают в группу риска. Им, как никому, надо помнить о главных правилах безопасности. Учитывать резкие смены уровня воды, продолжительность светового дня и появление характерных для осени туманов. Важно знать, что ночью запрещено движение маломерных судов и что на случай чрезвычайной ситуации нужно иметь при себе сигнальные средства. Обращаемся к судоводителям с призывом соблюдать правила обеспечения безопасности пассажиров. На маломерном судне напоминаем, что все пассажиры, включая судоводителя, должны быть обеспечены индивидуальными спасательными средствами, то есть спасательными жилетами, которые необходимо не только иметь наличие, но и одевать перед посадкой на судно и снимать только после схода на берег. Еще одним нюансом, которым нельзя пренебрегать, это соблюдение норм загрузки судна и норм пассажировой вместимости. 500 айхальцев присоединились к республиканской акции «Здравосмотр» в рамках всероссийской диспансеризации. Акция прошла с 1 по 15 августа. Для наибольшего охвата населения работали и временные медпункты в общественных местах. Какие организации и общественные места посетили врачи, расскажет Альбина Шарафеддинова. 500 айхальцев бесплатно смогли пройти медицинское обследование вне поликлиники. В поселке прошла республиканская акция «Здравосмотр». С начала августа в общественных местах работали временные медицинские пункты. Так, на открытии местной спортивной площадки по улице Алмазной к акции присоединились 15 человек. Она направлена на ранее выявление хронических неинфекционных заболеваний, такие как сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания и выявление факторов риска в развитии данных проблем. Временный медпункт действовал и в торговом центре поселка. Проверить свое здоровье прямо на рабочем месте смогли не только работники торгового центра, но и его посетители. Желающие пройти осмотр подходили постепенно, ждать в очереди не приходилось. Вся процедура медицинского осмотра занимала в среднем 10 минут. Вот зашли и не думали и не гадали, бак, попали. Конечно, хорошо узнать-то и давление узнали. Положительная вот эта динамика в том, что человек вот идет и просто вот раз случайно никаких ни очередей, ничего. Это 100% за такое обследование, что не надо стоять в очередях, психовать. Акция здравосмотра в основном рассчитана на работающих граждан, у кого нет времени на поход в поликлинику. Таким образом, у многих айхальцев появилась возможность пройти медосмотр на рабочем месте. Каждый смог проверить артериальное и внутриглазное давление, сдать кровь на сахар и холестерин, посоветоваться с терапевтом. Наша бригада выезжала в КСК, ВТБ, ПТВ с управлением ГОКа. После прохождения осмотра обследуемые получили подробную информацию о состоянии своего здоровья. При необходимости им были выданы направления на дальнейшее лечение. А если вы еще не успели проверить свое здоровье, медики ждут всех работающих и неработающих айхальцев для прохождения профилактических осмотров и диспансеризации. Альбина Шарафидинова, Оксана Мезенцева, Дмитрий Храмкин, телеканал «Алмазный край». Совет молодых специалистов Вилюйской георазведочной экспедиции запустил необычную акцию. В честь 70-летия открытия первого «Алмаза на косе Соколинное» и приближающегося 75-летия Великой Победы ребята объявили сбор денежных средств ветерану фронтового тыла, ветерану «Алмазодобывающей промышленности» Ивану Филипповичу Неяскину. Что подарили молодые специалисты, узнала Анна Винокурова. Подарить новый телевизор ветерану «Алмазодобывающей промышленности» эта идея молодым специалистам Вилюйской георазведочной экспедиции пришла в начале августа. Старенький телевизор хозяина квартиры был совсем плохой, поэтому на радостях от будущего подарка он выбросил его, не дожидаясь приезда ребят. На новые аппараты геологи в ИГРС собрали деньги за одну неделю. Я в официальном аккаунте Совета молодых специалистов в Инстаграм выложила информационный пост о благотворительной акции, о сборе денежных средств в размере 25 тысяч рублей. Если честно, я не ожидала такой колоссальной поддержки не только со стороны молодых специалистов, но и со стороны жителей города Мирного. Иван Филиппович Неяскин – ветеран фронтового тыла и алмазодобывающей промышленности. Он приехал в Алмазную столицу в 60-м году из Мордовии. Работал лесорубом и обеспечивал дровами не только жителей нового города, но и местную промышленность. Без дров не обходился ни карьер, ни галечный, ни бурстанки. Маленькие котельные топились еще дровами. Семь столовых здесь было, все дровами топилось. И баня травами топился по Вилюйской. Подаренный телевизор быстро оказался на своем месте, и ребята помогли настроить. Спасибо, скажу. Сейчас умирать не надо. Вот если домик делает ремонт, вообще благодарю. Хорошо, дай Бог здоровья вам и этой организации, дай Бог. После этой акции молодые специалисты Вилюйской экспедиции взяли шефство над ветераном с намерением помогать ему и в дальнейшем. Анна Винокурова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Более 600 ребят отдохнули за лето на детских площадках культурно-спортивного комплекса «Алроса». На днях воспитанники попрощались с его дружным коллективом. Чтобы у ребят осталось еще больше приятных впечатлений, организаторы устроили красочное мероприятие. На нем побывала наша съемочная группа. Детская площадка «Солнышко» завершила 61-й сезон. Здесь выросло не одно поколение. С гордостью говорят работники культурно-спортивного комплекса «Алроса». Многие родители когда-то и сами были ее воспитанниками. Я сама ходила в этот лагерь «Солнышко». Теперь вот ходит мой сын. Уже второй сезон. Ему очень нравится. А что тебе больше всего понравилось? Еда, спорт и зарядка. Только за это лето здесь отдохнуло более 200 детей. Последний день работы лагеря отметили с размахом. Участниками праздничного концерта стали сами воспитанники. Никто не остался в стороне. На году театра тоже посвящалось. Очень много театральных постановочек было. Различных флешмобов, танцевальных конкурсов. Специально для ребят педагоги организовывали кружки по интересам, экскурсии. Проводили различные конкурсы, спортивные состязания. Ребятам скучать не приходилось. Я работаю воспитателем. Мне первый год. И честно, я очень буду скучать по своим детям. Потому что за все эти годы они становятся родными. И очень приятно, когда они узнают тебя. Вам нравится лагерь? Да! А что больше всего тебе понравилось? Мне больше всего понравилось, когда мы ходили в бассейн и смотрели кино. А тебе? Мне понравилось, что я завела тут новых друзей. Мне очень понравилось то, что я завела здесь очень много новых друзей, с которыми очень сдружилась. Еще мне очень понравилось ходить на картинг. Всего по линии культурно-спортивного комплекса «Алроса» за лето в детских лагерях и площадках отдохнуло около двух тысяч детей. А значит, летние каникулы прошли на отлично. И очень скоро у этих ребят начнутся уже школьные будни. Ивана Филиппова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». На этом все. Новости региона доступны и в интернете. Подписывайтесь на «Алмазный край» в Инстаграме, ВКонтакте и Ютубе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова